Продолжение следует... В эфире программа «Охота и рыбалка в Якутии». Одним из основных объектов пушного промысла в Якутии в советское время была андатра. А знаете ли вы, что андатра родом из Северной Америки? Акклиматизация этого североамериканского грызуна в Европе началась в 1905 году. Несколько пар андатр выпустили под Прагой, где они быстро освоились и в отсутствие хищников стали активно размножаться и расселяться. К 1933 году андатра стало вполне обычно в странах Западной Европы. В 1927 году из Финляндии привезли, закупили несколько сотен андатр и их расселили в Соловейске, в Архангельске, на районе Соловейского острова и на Дальнем Востоке, на острове Карагинском. Там, как говорится, начали за ними вести наблюдения. Это работают по акклиматизации андатр, занимались профессора Верещагин и Генерозов. Вот по их инициативе началось распространение и акклиматизация андатр в Советском Союзе. Очень быстро андатр начало распространяться по всему северу и северо-востоку России. И тогда, по предложению Верещагин и Генерозова, было предложено тогдашней нашей главной конторе по заготовке Якут Пушнина начать акклиматизацию андатр в Якутии. И вот первые партии андатры были привезены в 1930 году. Их тогда сначала привезли... Это были андатры, которые были пойманы в Соловейских островах и были пойманы на Дальнем Востоке. Их по железной дороге привезли до Иркутска. Из 100 андатров, привезенных по железной дороге, живых осталось всего 50. Оставшиеся 50 андатров загрузили в самолеты под пилотированием летчиков Дорошенко, Демченко и Галышева. Гражданская авиация Якутии только развивалась, и основными самолетами были гидросамолеты. Вот на этих гидросамолетах в течение 4, от 4 до 10 лет эти андатры были завезены. Завезены и расселены в районе Алёкмы на долине реки Токко. На реки Токко, на озерах Компо и Ортокёль. Из этих 50 андатров живыми долетели только 19 андатров. И вот их расселили, и андатры начали свободно, как говорится, выгуливаться. За ними наблюдали. И основную большую роль в акклиматизации андатры в нашей республике сыграл Корнилов Николай Алексеевич. Это тогдашний охотовед, представитель Якут Пушнина. Он потом за работу по акклиматизации андатры он получил сталинскую премию. В 30-е годы идет дальнейшее расселение андатры. С долины Токко андатру переселяют по центральной Якутии. В Ангинском, Таттинском, Чуропчинском, Намском и Орджоникидзевском районах. В конце 30-х, в начале 40-х годов андатру запустили вблизи Жиганска. Когда началась война, этот грызун оказался на грани исчезновения. В голодное время местное население кормилось мясом андатры. В 1946 году началась вторая волна акклиматизации андатры в Крайнем Севере. В 7 километрах от Среднеколымска, в озере Ламутское, были расселены 18 андатров. К началу 70-х годов андатра стала первостепенным объектом пушного промысла в Якутии. Наша республика по добыче андатры заняла первое место в РСФСР и второе место в Советском Союзе после Казахстана. Годом максимальной добычи был 1963-й, когда заготовили 922 тысячи шкурок. С распадом Советского Союза промысел андатры ушел в небытие. И только в наши дни, с увеличением закупочных цен на сырье, отлов андатры начал возрождаться. Свою лепту в это дело вносят и охотники-любители. Наш путь сегодня лежит в Намский район, в местность Улу-Сыгы Мадутского наслега. Здесь охотится Семен Петухов. Как хорошо, вырвавшись из окутанного тяжелым серым туманом города, лицезреть залитые солнцем окрестности. Стужа посеребрила пышную прическу стройных сосен. Глубок зимний сон леса, но теплится жизнь под снегом. И на лесных полянах видны дорожки и следов животных. Лисицы, зайца-беляка, косули. Мы застали Семена за сборами на охоту. Сегодня он будет ставить несколько ловушек для контрольного отлова андатры. Нужно проверить степень созревания меха. Семен пользуется металлическими ловушками, мордами с крупной ячеей. Их удобно транспортировать на санях лошади. Застоявшаяся лошадь резво бежит по заснеженному Аласу. На улице минус 48 по Цельсию. Под толстым покровом снега охотнику трудно найти продушину андатры, в которую вставляют ловушку морду. В этом Семену помогают его специально обученные собаки. Они рыскают по заснеженному озеру в поисках хаток и кормовых площадок андатры. Учуяв запах добычи, собака начинает разрывать снег в том месте, где находится продушина. На этом озере похозяйничала лиса. Она разрыла скрытые под снегом продушины, и они затянулись льдом. Андатры, скорее всего, задохнулись. Завтра поедем к другому озеру. По пути домой Семен проверил ловушку, установленную на высоком яру. Когда мы с трудом вскарабкались на гору, Семен уже успел извлечь из ловушки лису. Обыденная жизнь в охотничьей избушке проходит в постоянных хлопотах. Вот и сейчас Семен, несмотря на усталость, берется за бензопилу. Железная печка требует много дров. А теперь пора доставать лед. Семен расчищает снег на льду озера, пропиливает бензопилой квадраты на льду и пешнёй откалывает куски льда. Затем грузит их на сани и вперёд к избушке. Есть в таёжной жизни неповторимые особенности. Это долгое зимнее одиночество, почти ежедневные походы по глубоким снегам и полное самообслуживание во всём. Только верный друг, собака, скрашивает это одиночество. Но Семёну повезло. К нему время от времени заглядывает его приятель, коневод Никита Тихонов, который живёт в дюжине верст отсюда. Никита любит лепёшки, испечённые Семёном, и заранее их заказывает. В этот раз он приехал не с пустыми руками, а привёз масло для движка. Усадив дорогого гостя за стол, Семён обнаружил, что Никита обморозил лицо. А в этих местах сложно строить. Нормально только работа перевёлся в северах, их заказывает пластик и зимой. При нед Watching вице сочётом мартфона на орболе. К овостなる повезло. Но с� onto пустыми рамки были. А я summitу инайды не пришёл на локе. Продолжение следует... Утро следующего дня настало морозное. Семён запрягает коня, только вместо сидёлки он кладёт седло. Когда охотится вдалеке от избушки, он оставляет на озере, где поставил ловушки, сани с инструментами. А сан приезжает обратно налегке, верхом на коне. Так легче коню, да и верхом быстрее, чем на санях. В стылую погоду сидеть без движения на санях холодно, поэтому охотник время от времени спрыгивает с саней и идёт за ними. Дорогу преграждает изгородь. Проход в изгороде держат постоянно закрытым, чтобы табуны лошадей не переходили из оласа в олас. Мороз свирепствует. В белом безмолвии, под ледяной шелест дыхания, за окутанным туманом конём, по глубокому снегу бредёт охотник. Вот и озеро, где Семён будет ставить ловушки. Собаки сразу находят продушину андатры. Семён будет ставить ловушку. Семён будет ставить ловушку. Семён будет ставить ловушку. Семён будет ставить ловушку. Ловушка устанавливается всегда таким образом, чтобы ее поверхность на 1-2 см была ниже уровня воды. Затем, чтобы вода в проруби не замерзла, сверху прикрывают толстым слоем снега. На следующий день едем проверять контрольные ловушки. Первые ловушки были пусты, а на третьем нас ждет удача. Продолжение следует... Продолжение следует... Шкурка андатры снимается трубкой с разрезом по огуску с сохранением мехоголовы. Хвост, передние и задние лапы должны быть удалены. Отделив шкурку от лап, бедер и в промежности начинают ее стягивать по направлению к голове. При этом стараются оттягивать ее пальцами, а затем большим пальцем аккуратно отделяют мездру от подкожно-жирового слоя. Шкурка в области чрева очень тонкая и легко рвется, поэтому ее на этих участках снимают более осторожно. Дойдя до головы, шкурку снимают с полным сохранением на ней волосяного покрова. Должение следует... Сейчас мы покажем иметь ремель. Ведь тут растет верно. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok